Здорово, дорогой! Вчера ходил на почту, забирал карточку Яндекс.Деньги, вот она. Ну а спонсором сегодняшнего выпуска является Pool и Зил. На этом пуле мы можем с тобой помайнить одновременно эфириум плюс зилику. Также у этих ребят проходят ежедневные акции, в которые есть каждый день победители, и они получают мощность от 8 до 10 гигахэш в качестве бонуса от пула. Ссылка на Pool и ихний телеграм, в который ты можешь зайти и задать все необходимые вопросы, будут в первом закрепленном сообщении к ролику. Чего это нам с тобой дает? Это дает еще один способ на моем канале, по-моему, 14-й, если я не ошибаюсь, по выводу криптовалюты, фиат. Что мы с тобой будем делать? Во-первых, мы, конечно же, положим на нее деньги, ну и место криптовалютные деньги, да, и посмотрим, как оно вообще выводится через эту карту фиат. Это раз. Во-вторых, мы сравним с другими конкурентами. В данном случае будут сравниваться не сервисы все-таки, а, ну, не ты понял, то есть чейндж, там, локал биткоин, ну, все-все-все, что снимали, да, потому что практически везде эти карточки есть, как метод вывода. Куда выводить? То есть Сбербанк, ты понял, там, Альфа-банк, вот с ними будем сравниваться. Плюсы, минусы, посмотрим, где выгодны. В-третьих, вместе разберемся с тобой со скрытыми нюансами, о которых ни я, ни ты сейчас не знаю. Четвертое, научимся, как правильно заказывать карту, ну и в конце подытожим с тобой все плюсы и минусы. Готов? Погнали. Предлагаю тебе начать со сравнения цены курсов разных систем. Смотри, у нас есть биток, и мы, допустим, продаем его с тобой за Яндекс.Деньги. Цена за биткоин получается 482.700, ну вот такие предложения, посмотри. Если, предположим, у нас с тобой киви, в том же рублевом эквиваленте, да, то цена уже 473 тысячи. Получается очень вкусно выводиться в Яндекс.Деньгах. А если мы, например, выводим к Сбербанку, обрати внимание, вообще 469, разница практически 15 тысяч рублей, чуть меньше. Или к Альфа-банку 471, тоже разница в районе 12 тысяч. Первая вещь. Невооруженным глазом мы с тобой видим, что за Яндекс.Деньги дают больше, чем за большинство популярных валют, такие как киви или такие как Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф. Почему? Это второй вопрос. Если мы с тобой зайдем в Телеграм-бот, здесь нажмем обменять биткоин на рубли, нажмем продать, и посмотрим, что за банковский перевод максимальная цена 462 тысячи 500 рублей. Если сюда нажать, ты видишь, да, средний по Сбербанку, средний по Тинькоффу, средний по Альфа-банку. Более подробно, ролик на канале есть, уже ему больше года. То мы с тобой увидим, что за электронные деньги дают намного больше. Киви 479, а Яндекс в данный момент 476. И тут, конечно, возникает вопрос, почему за электронные деньги дают больше, чем за обычные банки. Давай разберемся. Ну а чтобы нам с тобой как следует разобраться в этом вопросе, мы с тобой закинем на карточку деньги в биткоинском эквиваленте. Я еще не знаю сколько, может быть 15, может 20, может 30 тысяч рублей. Из-за твоих телеграммских разборок я снимаю на следующий день. То есть начинал 26, сейчас 27. Почему я это говорю? Потому что курсы упали, и первая часть ролика, она актуальная, но просто уже по другим курсам. Продолжаем снимать 27, я тебя прошу, не втягивай у меня свои телеграммские разборки. Курс битка на бирже 6911 долларов, что составляет 442 тысячи с небольшим рублей. Если смотреть на мониторингах, то биткоин к Яндекс деньгам торгуется в данный момент 470 тысяч рублей, что гораздо вкуснее на первый взгляд. Давай разберемся, так ли это. Убираем подходящий обменник, в обменнике должен быть большой резерв. Вот здесь 4 миллиона 100, 470 тысяч у них, видишь? Соответственно ввожу номер кошелька, номер кошелька я беру отсюда, вот он. Нажимаю обменять. Заявка создана, у меня есть 20 минут. Нужно на вот этот номер кошелька закинуть 0,1 битка. Ты уже сотни раз видел, как я вывожу, поэтому мы это пропустим. И нажимаю подтвердить. Деньги я получил, все замечательно. На моем счету сейчас 47 тысяч рублей. Что они мне дают, да что угодно в принципе. Я могу оплатить квартиру, могу оплатить телефон, могу оплатить интернет. Штраф, если мне придет за езду в неправильном месте. Также могу оплатить кредит любого банка. И для этого мне причем не нужна карта, которую мы заказали. Еще вот смотри, есть кэшбэк и акции. Давай посмотрим, что за тема. То есть мы покупаем в определенных каких-то магазинах и нам возвратом идут баллы на наш счет. Давай посмотрим, что же дает карта. При платежах комиссия 0. Одно снятие до 100 тысяч рублей, а в месяц по этой карте можно снять до 1 миллиона 300 рублей. Самое главное в этом деле, это конечно же комиссия на съем. Здесь написано 10 тысяч рублей в месяц можно снимать без комиссии. А дальше смотри, 3% или минимум 100 рублей. Наверное надо размышлять так, да. Если что-то надо купить, там оплатить мобильный телефон, оплатить интернет и так далее, это выгодно. То есть это очень выгодно. Почему выгодно? Потому что нам дают выгодный курс при выводе крипты. А вот для съема, наверное, 10 тысяч будет маловато. И если у тебя идентифицированный аккаунт, ты можешь открывать счета, смотри, здесь в счетах тоже баллы висят, в евро, в долларах и в рублях. В таком случае, значит, карта получается в долларах дает снимать. Слушай, Мороз, конкретно, сейчас мы попробуем что-то купить по этой карте, посмотрим, нет ли скрытых комиссий. Попробуем снять ту самую десятку, но остальное я не знаю, что делать с остальным, блин. Может кому-то что-то надо купить? Тебе если надо что-то купить, ты говори, я куплю, а ты мне налом переведешь. Как остальное выводить? Или по 3% выводить? Хотя, ты знаешь, какая мысль? Там, наверное, где-то на 3% больше и дают сервисники с учетом этого. Я имею в виду, ну, обменники, ты понял, без чейндж, вот там, локал биткоин и так далее. Кумаль, прекрасно. Да, я. 3 седа. Ну, по карте можно? Хорошо. Давай, прошло? Прошло. Спасибо. Как? Для ютуба, скажите всем привет. Привет всем. Красаваточка. Десяточку. Ознакомьтесь с информацией о комиссии и выберите дальнейшие действия. Ну, нормально, десятка снялась. Давай снимем, попробуем, посмотрим, будет ли процент. Комиссия 100 рублей. Слушай, ну, как сервис, он жутко удобен, жутко удобен, просто даже пользуешься им чуть-чуть уже не понимаешь, как бы из него жил. То есть, все транзакции тут в телефоне видны, все транзакции тут же видны и в компьютере. То есть, это суперски. Есть возможность подключать автоплатежи. То есть, ты, например, поставил там, когда на мобильном 100 рублей, доплати, он сам за тебя доплачет. Вот это как бы классно. Что мне понравилось еще, смотри, вот я положил 47 тысяч рублей, я пошел в красное-белое, купил сигарет, купил водички. То есть, я вижу, что где списалось. Снял деньги 10 тысяч, снял тысячу рублей, а вот что мне не понравилось, 100 рублей с меня сняли. То есть, я думал, снимут 3%, ну, то есть 30, да? А там же, помнишь, писалось минимально 100 рублей. Поэтому, как бы вот в плане съема 10 тысяч, и как бы, ну, совсем невкусно пока что. Так что тут есть возможность привязывать другие банки сюда, но это невыгодно. Почему невыгодно? Потому что, если ты выводишь, ты платишь 3% плюс 45 рублей. Там, неважно, Сбер, Альфа, я так понимаю, Тиньков. Ну, Сбер, по крайней мере, у меня точно привязан, это так, видишь, да? Ну, а перед тем, как мы с тобой подойдем к итогам и выводам, мы с тобой научимся, как правильно заказывать эту карту, чтобы ты тоже все умел делать. С любой странички Яндекс, либо вводишь moneyyandex.ru, либо с любой странички Яндекса переходишь на сервис Яндекс.Деньги. Вводишь логин, вводишь пароль, еще раз пароль, если надо почту для уведомлений, свой мобильный телефон нажимаешь продолжить. Собственно, на этом все. Вот он твой кошелек, вот ты можешь пополнять крипту на него, но есть ограничения. Ограничения у тебя следующие. Пока кошелек анонимный, ты не сделал идентификацию его, да? Ты можешь тратить до 15 тысяч рублей, но при этом ты можешь нормально тратить, ты можешь на Алиэкспресс заходить, покупать всякие китайские прихолюхи и не только, да? Ты можешь заходить, оплачивать ЖКХ, телефон, интернет, все это ты можешь делать, но лимит 15 тысяч рублей. Плюс по ограничениям пока не будет идентификации, ты не можешь снимать наличные в банкоматах, а это уже очень серьезно. Также ты не можешь открывать доллары, евро, юани и еще другие валюты. Я не знаю, насколько тебе это нужно. Нельзя делать переводы на карты и счета, то есть тебе могут сделать, да, на твой кошелек, ты можешь их потратить, но ты переводы не сможешь сделать. Либо на ту карту, которую мы заказывали в ролике, либо там на Сбербанковскую или Альфа-банковскую. Тоже это закрыто. И также, если ты сделаешь идентификацию, то платежи ты сможешь совершать уже по всему миру. При этом ты уже можешь себе сделать виртуальную карточку, виртуальную, которая появится через 3 секунды, ее можно будет привязать, хочешь, к Google Pay, хочешь к App Store и расплачиваться. Что касаемо по лимитам на ней, за один платеж до 15 тысяч рублей, суммарно до 40 тысяч в месяц. Если карты в именном кошельке, то лимиты вот такие 60 на один платеж, 200 тысяч в месяц можно тратить. А если виртуальная карта у тебя в идентифицированном кошельке, то 250 тысяч рублей ты можешь за одну покупку совершать, так же, как по обычной карте. И 3 миллиона рублей у тебя лимит в месяц. Если тебе хочется чего-то больше, ты можешь нажать «Как получить больше», тогда попадешь вот сюда. И здесь выбрать другие возможности кошелька. То есть ты можешь выбрать именной или идентифицированный. Если ты хочешь сделать именной, то тебе вот такую штуку надо будет заполнить. И если проверка пойдет удачно, ты получишь именной. И после чего у тебя открываются новые лимиты. То есть ты можешь уже хранить в кошельке 60 тысяч, лимит на единоразовый платеж 60 тысяч, лимит на снятие в сутки 5 тысяч у тебя. Можешь платить по всему миру, можешь делать переводы на банковские карты и переводы в другие кошельки. У меня вот такой кошелек идентифицированный. Идентифицированный он у меня, по-моему, если я не ошибаюсь, ориентировочно где-то с 2013 года, еще до того, как я занимался криптовалютами по бизнесу, мне нужен был именно вот такой кошелек. То есть в свое время я прошел по нему идентификацию. Ну, тут уже видишь сам, да, какие огромные лимиты есть и что он позволяет делать. Есть много способов, как пройти идентификацию. То есть когда я это делал, все было намного сложнее. Был какой-то один вариант. Куда-то надо было приехать и так далее. Сейчас можно даже никуда не выходить. На СМС Сбербанк написать что-то. Видишь, заплатить 10 рублей. И, грубо говоря, ты пройдешь идентификацию. Либо приехать к ним в офис. Это будет бесплатно в Яндекс в Москве, в Петербурге. Либо в любом салоне Мегафон. Ну, ты видишь, да, здесь много разных способов. Выбирай. Подведем итоги. Я себе сделал вот такую спору. Спору. У нее я записал все плюсы и минусы. Сейчас мы с тобой их подытожим. Смотри. Из плюсов это выгодный курс. Во всех обменниках, что мы смотрели с тобой и с тобой, без тебя я их тоже смотрел, да, самые выгодные курсы были по Яндекс деньгам. Вспоминай, что в BestChange, что в Telegram боте, что в LocalBitcoin. LocalBitcoin, по-моему, мы с тобой не смотрели. И при этом есть много разных вариантов. Много разных вариантов. То есть не так, что, знаешь, ты зашел и там один вариант по Яндекс деньгам висит. Их целая тонна. То есть люди любят этот способ. И люди любят этот способ оплачивать. Как обменники, так и покупатели. Это тоже большой плюс, когда есть большой выбор. Также мне очень понравилось, что есть классное мобильное приложение. Вот если мобильное приложение есть, то оно должно быть таким, с моей точки зрения. Если не знаешь почему, зайди, посмотри. Там реально все классно. Классная юзабилити и так далее. Опять же, шикарно то, что карточка привязывается к Apple Pay, Google Pay. Ты понял, да? Вот, идешь, берешь в телефон. Где мой телефон? Охрен его знает. Где-то посеял. Неважно, ладно. В общем, взял телефон, в Макдональдс зашел. Телефон ему оплатил. Карта в большом счете не нужна. Один раз надо ее привязать. Это как бы классно. Классно то, что ты можешь взять эту карту и приехать во Францию, в Испанию, я не знаю, куда угодно, в Гонконг, тоже классно. Опять же, классно то, что ты можешь оплатить этой картой без процентов. Это реально супер. Это реальная вещь. И при этом большое количество услуг, я уже проверил, оплачивается тоже без процентов. Например, налоги я заходил, хотел оплатить. У меня без процентов. Я уже посмотрел, сейчас в декабре налоги надо платить. Мобильный интернет без процентов. Мобильный телефон без процентов. Но также при этом есть много разных услуг, за которые процент берут. Так что зайди, изучи, грубо говоря, то, что тебе надо, чтобы понять, будет процент или не будет. Так, что хотел сказать. По плюсам, по плюсам, наверное, все. Давайте теперь по минусам. Значит, конечно, плюс то, что 10 тысяч рублей мы можем снять без процентов. Согласен, ты не можешь не согласиться. Но после 10 тысяч рублей мы с тобой платим 3%. То есть, если тебе надо прийти в банкомат и снять 100 тысяч рублей, ты заплатишь 3 тысячи рублей. Кому ты заплачешь 3 тысячи? Ты кому 3 тысячи отдал? И одных деньгам-то 3 тысячи отдал. Поэтому, как бы, плюс здесь в том, что этой картой можно платить, это плюс и очень выгодный курс. Но при этом минус, если тебе надо снимать. Поэтому здесь надо как-то, знаешь, это рассеивать. Для покупок. Вот для покупок она вот так. Ну, как бы без вариантов. И при этом минус, что 3% за перевод. Но оно и понятно. Если не было 3% за перевод, тогда у нас и не было бы процента за съем. Иначе мы бы все переводили на Сбербанк, на Альфа-банк. Ты понял, да, кто куда. И поэтому 3% они и поставили. Здесь само собой разумеется. Конечно же, минус, что ты не анонимен. Но скажи, пожалуйста, дорогой мне, а где ты анонимен? В BestChange ты анонимен? В LocalBitcoin ты анонимен? Я не знаю, в Telegram боте ты анонимен? Ты нигде не анонимен. Почему? Потому что в конечном итоге эти обменники выводят тебе на Сбербанк или на какой-то другой банк. Неважно, да. И достаточно спецслужим просто посмотреть, куда уходит перевод. То есть им не надо приходить им по почкам для этого давать. Они просто посмотрели транзакции. Ага, так, Саллион ему пришло. Ага, так, Феде пришло. Там, не знаю, ага, Валерий пришло. Там, понимаешь, все. 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 Ты нигде не анонимен. Ты анонимен только в том случае, если ты живешь за битком. То есть ты оплатил битком человеку, допустим, мне, или я тебе оплатил, вот тогда ты анонимен, понимаешь? Или в Монеро, да? Ты анонимен в том случае, если, допустим, ты зазвонил со мной или со своим товарищем таким же, да, и говоришь, блин, мне бабки нужны срочно там, я не знаю, что, за квартиру оплатить, да? Все, вы встретились, ты ему битком, он тебе 5000 рублей, понимаешь? Вот это анонимен. Во всех практически остальных случаях 95% ты не анонимен. Есть 5%, где ты псевдоанонимен. Мы с тобой это проходили на канале «Посмотри плейлист по выводу». Вот, на этом у меня, в принципе, все. Подписывайся обязательно в Инстаграм. В Инстаграме поедем с тобой завтра, послезавтра еще точно не знаю, за Т17. Подписывайся в Телеграм, заходи за советом, там колоссальный опыт. И, конечно же, на Ютуб. Всего доброго. Пока-пока тебе. А, да, чуть не забыл это. Я там парочку лайфхаков нашел по этой теме. Если 1010 лайков соберем, то можем как бы сообразить. Дешевле не согласен. Помнишь, чем садовая кончилась, да? Поэтому как бы давай старайся.